Сегодня мы будем рыбачить в веселой компании, это, наверное, одно из самых приятных, что может быть на рыбалке, но и у нас есть спиннинги. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Lange Fishing, со мной Алексей с канала Рыбакос. Сегодня у нас вторая совместная рыбалка, и мы в предвкушении, мы возле паромной переправы на остров Митсун. Здесь было много рыбалок, много поимок хорошей рыбы, надеюсь, сегодняшний день будет не исключением. Сегодня мы будем рыбачить в веселой компании, это, наверное, одно из самых приятных, что может быть на рыбалке, но и у нас есть спиннинги, донные снасти, приманки, наживка, то есть то, что нам, как мы думаем, поможет поймать хорошую рыбу. В любом случае, будет интересно, поэтому присаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра, не забудьте подписаться на канал Алексея, ссылку я обязательно оставлю под этим видео. Ну а мы начинаем! Начинаем, друзья, рыбалку. Спиннинг трехметровый Белтема, катушка Шимана, приманка из Китая, флюрокарбон полтора метра у меня перед приманкой, шнур 0.16. Вот это комплект, которым сегодня будем ловить. Сегодня довольно ветрено, довольно шумно. Надеюсь, это понравится рыбе. Делаем первые забросы и смотрим, какая сегодня у рыбы активность. Приманка примерно весом 30 граммов. Довольно объемная, но не очень тяжелая. Возможно, приманку надо будет потяжелее. Сейчас посмотрим, как я там буду это все ощущать. У нас два часа светового времени с Алексеем. И, как всегда, мне очень интересно, что я начинаю ловить наш силикон, а ему нравятся больше металлические приманки. И посмотрим, как это все будет работать. Что будет именно лучше сегодня интересовать рыбу. Либо это будут металлические приманки, либо силиконовые. Смотрите, ребят, паромчик красиво подходит. Мне уже по пару запросиков сделали. Это хорошо, что с первой рыбы не пошла. Ничего хорошего. Могла бы ловиться из первого запроса. Да, сейчас вот будут такие прямо здесь большие круговороты. Да, я бы сказал, мы сейчас с тобой руками будем рыбу ловить, потому что она будет сейчас на поверхности здесь выпрыгивать. Можно, да. Сегодня рабочий день. Паромы ходят довольно часто, поэтому я думаю, что частенько они будут попадать нам в кадр. И вот сейчас он нам тут рыбу пригонит. Но я тебе скажу, что с первых забросов не было у меня никаких контактов. Мы пока болтали, я не снимал, но была у меня первая поклевка. И случилась она, как обычно, вот под самой... Почти я уже вытаскивал приманку из воды. И здесь, возле берега, такой ударчик был неплохой. Пока паромчик здесь довольно шумно будет, но мы все равно будем пробовать ловить, потому что вода сейчас волнуется здесь возле парома. И может быть, это как-то спровоцирует хищника на активность. Начали мы менять приманки. Леша поменял на силикон, поставил тоже. Я тоже поменял потяжелее приманку. Сейчас попробую поближе опуститься ко дну. Поставил 40 граммов, потому что довольно сильный ветер. Присутствует течение, и нужно что-то с этим делать. Ну вот пока одна поклевка. С самого начала рыбалки не было у нас активности. Ты смотри, только чтобы там не было скользко. Аккуратно как-то спускайся. Ух, Леха! Я же тебе говорю, чтобы смотри, чтобы скользко не было. Леха, ты даешь! Не, ну ты просто зачем-то спрыгнул. Все, уже поздно. Ребята, мне придется рыбалку продолжать одному, потому что Леша нечаянно подскользнулся и упал в воду. И одежды запасной нету, ему придется ехать домой. Вот такая вот история. Но так бывает. Камни возле воды скользкие, поэтому мы с ним продолжим ловить какой-то другой раз, а пока я буду ловить один, к сожалению. Да, будьте аккуратны, ребят. С головой ушел, слава богу. Да, хорошо, что мы его достали оттуда. С техникой совсем было. Ну, и что ключ от машины был в кармане, в общем. Но так бывает. Да, все, короче, берегите себя. Ветер поднялся сильный. Сейчас придется мне тут продолжать ловить без Леши. Но еще и погода почему-то портится. Начинает прям нормально так задувать. Порывы какие-то сильные. Там подальше еще мама со мной ловит. Но она так в сторонку отошла, на пристань. Хочет попробовать половить уже сразу на... Опа, друзья! Есть поклевка. Она на тирольскую палочку. И у меня рыба, кстати говоря. Но клюнула в пол воды. Ну, так сопротивляется больше наверняка, чем... Так, экшн-камера выключилась, так что... Это все совпадает. В общем, рыба, кажется, что не самая маленькая. Будем надеяться, что... Я ее достану, покажу вам. Но и не крупная. Потому что довольно легко... А, ясно. Я еще ее подбагрил, поэтому... Да, я думаю, что там сопротивляется. Короче, придется забирать, потому что я ее забагрил, ребят. Такая малюхохонькая сайда. Ну, это так, к слову, о ловле на металле, на которой я сейчас ловлю. 30 граммов. И маленькая сайда, которая будет в качестве наживки у меня теперь. Вот такая сайда, поэтому мне и казалось, что... Придется ее отпустить. Вернее, придется ее забрать. Отпустить ее уже не получится, потому что я ее забагрил. Но, как минимум, это первая поклевка. Короче, еще одна маленькая сама уже клюнула. Вот на металл так оно и есть. Но, как минимум, сейчас... Правда, паром мешает. Но, как минимум, есть такое дело, что... Стало клевать хотя бы мелочь какая-то. Надеюсь, эту уже смогу отпустить. Надеюсь, она не забагрилась. Но, вроде бы, я даже не подсекал. Она сама прицепилась. Да, она вот по-честному, видите. И вот она, опять размер. Леша, я хоть что-то поймал. Если ты меня будешь смотреть. Вот, но это по-честному. Правда, опять же, таки маленькая. Надо ее сейчас отпустить как-нибудь, чтобы она не травмировалась сильно. И чтобы я не упал никуда. Подожди. Иди. Все. Все. Отпустили. Но нужно подытожить, что сейчас скоро еще, правда, есть чуть-чуть цветового времени. Но через какой-то, может быть, минут 30-40 и так начнет темнеть. Вот. Темнеть скоро будет. И, может быть, вот с этими наступлением такой вечерней погоды будем надеяться, что какой-то клев начнется. Я сейчас, наверное, поменяю на силикон, потому что ловить вот эту сайду мне бы не хотелось бы. У меня есть наживка, селедка и креветки. Я могу обойтись без наживки, но... А так, вот эту сайду ловить мне бы не хотелось. Хочется кого-то покрупнее. Ну, еще так для проверки сделаю один забросик. Ну, вот уже на нескольких забросах сразу было две поклевки, две рыбы. А до этого была всего на силикон одна поклевка за довольно продолжительный период времени. То есть, есть надежда, что у рыбы появляется какая-то активность. Уже, я смотрю, здесь включают свет. Скоро, наверное, и я буду ставить свет. Не знаю, есть пока... Ну, вернее, есть у меня донка, но что-то пока я не добрался. Когда я все еще надеюсь на то, что спиннинг будет работать. Сейчас почти низшая точка. Вода все отходит, отходит. Мы ловим совершенно не на приливе, ловим на отливе. Мало того, в 6 часов вечера, но тогда уже будет темно, но будет самая низшая точка. То есть, мы ловим на уходящей воде. Что, наверное, для этого места не сказать, чтобы идеально. Это если мягко выразиться. То есть, лучше бы, чтобы был прилив. Так, сейчас мы запулю куда-нибудь подальше, вот туда. Последний забросик на металл делаю. И после этого перехожу обратно на силикон. Решил я проверить, что там на дне морском. Взял тирольскую палочку, взял креветку для начала. И вот, наконец-то, мне пришла резинка. Чуть-чуть обмотаем, чтобы сразу у меня это все дело не потерялось. В первые же секунды заброса. Вот. Заказал довольно тоненькое, но пойдет. Это просто я с Китая где-то заказал. Она мне пришла. Ну, хочется, в общем, проверить. Возможно, я пока большую донку не забрасываю. Пока вот попробую на тирольскую палочку. И на креветочку хотя бы забросить на дно и посмотреть, что там вообще. Взял такую легкую тирольскую палочку. Надеюсь, что мне этого достаточно будет, чтобы чувствовать поклевки. Сейчас забрасываюсь. Попробую в первые разы недалеко забросить, так, где-нибудь рядышком. И вообще посмотреть, что там есть на дне. Сейчас не было. Уже пару раз Билтимову нашу заезжал. Не было тяжелой, как мне надо. Ну, вернее, не тяжелой. Было 60 грамм. Но 60 грамм я обычно тяжеловато. Я так 40 использую. Это вот 30 граммов. Не знаю, как ее буду чувствовать на дне. Но попробуем на 30 граммов. Сейчас уже буду включать освещение. Ну, вроде бы... Вроде бы чувствуется. Смотрим сейчас. Поставил я силикон. На тирольскую палочку таких не было прям знатных поклевок. Не знаю, возможно, стоит закинуть донку и ждать. Но пока я все-таки упираюсь в спиннинг. Сегодня какое-то пока без клевья. Но, возможно, этот клев включится. Сейчас вот прямо самые сумерки. И частенько у меня бывало, что именно в сумерке начинались хорошие поклевки. Вода очень низко. Там уже даже под соком будет не так легко дотянуться до воды. Но я думаю, что еще моего там двух метров ручки под сока достаточно. Ну, прям, да, вода очень-очень опустилась. Может быть, кстати, это и сейчас получается в ближайшие дни. Ну, именно в рабочие дни. После работы вечером вода всегда будет низко. Во всяком случае, в ближайшую неделю. Поэтому на выходных можно, на выходных где-нибудь там в час, в два дня. Сейчас на этой неделе, во всяком случае, когда я ловлю, высшая точка от элив тоже накладывает свои негативные отпечатки на нашу рыбалку. Но уже я здесь, уже спиннинг в руках, поэтому надо продолжать ловить. Вот у мамы первая рыба. Сегодня снимает сайду. Вот. Кого-то таки она изловила там. Долго мы старались. На металлическую приманку у нее получилось кого-то поймать. Все, буду закругляться. Устали мы уже. В общем, сегодня день пошел не по плану. И Алексей свалился в воду, и у нас особо что-то с рыбалкой не задалось. Поймали там три маленьких сайды на всех нас. И на этом все. Уже устали. Темно. Вечер. Завтра на работу, поэтому будем собираться. В общем, как оно есть, так оно есть. Такова она рыбалка. И так оно бывает. Побыли на воде. Побросали приманки. И сегодня, надо сказать, ни на что не клевало. Перебросали все, что можно. И вот поймали всего три маленьких сайда. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо за терпение. Несмотря на такой, не самый лучший результат, но такова рыбалка. Увидимся в новых выпусках. До новых встреч. Всем пока.